Мы закладываем туда уникальность. И это третий важный момент, а может быть и первый. Что происходит в интернете за одну минуту, вы знаете без меня, просто это очень знаково. То поколение, которое мы учим, оно там живет. И мы не можем от этого абстрагироваться. Нам это может нравиться или нет, но это так. Вот эта цифровая среда, вот эта цифра, которая есть, она позволяет реализовать, на мой взгляд, самые серьезные, самые важные тренды в образовании. Первый, школа везде гарантирована законом образования каждому ученику. Если ученик придет в школу и скажет, я вот уезжаю с родителями на Сель-Шелы, а учиться буду в вашей школе, школа обязана обеспечить. Через что можно сделать такой процесс? Только через цифровую среду. Мы с вами знаем, что обучаем в классе разные категории детей. Ну сегодня всех помещают в одно образовательное пространство. И если раньше, когда в педагогическом вузе обучали, что педагогический вуз заканчивал, поднимите руки, пожалуйста, вот, вы знаете, что нам всегда говорили, надо учить как? Индивидуально и дифференцированно. А учили, как учить? Всех одинаково, да? И вот только сегодня, только цифра, только эта среда позволяет выполнить тот завет, который нам когда-то давали в педагогических вузах. Только благодаря цифровой среде мы с вами можем обучать индивидуально, дифференцированно, персонализированно, или еще, как вы не назовите, но персонально каждого. А это и есть адаптивные программы. То есть мы можем построить не ученика под программу, как мы делали каким-то образом, а мы можем и должны выстраивать программу под ученика. Так, трудно, да, затратно, да, но зато результаты входит. И это новые возможности. Цифровые следы мы каждый оставляем с вами. Зашел в интернет, букву первую набрал, и все знают, что этот человек уже там, и уже останется след. Что с этим делать? Вот в этом году была большая конференция, уже не первый раз, это раньше, которая сейчас шагает, в том числе и по России, и она была посвящена большим данным. Я в своем профессиональном сообществе учителя предложила выступить с ответом на вопрос, как я использую в своей работе большие данные. Вы знаете, что мне учителя ответили, мои коллеги, такая очень большая аудитория. Они мне написали, а мы большими данными не пользуемся. Вообще, это что, это и как. А ведь самое интересное, что школа и вуз, это те две точки, две организации, которые имеют самые большие данные. Больше ни одна организация не имеет столько данных, сколько имеет школы и вуз. То есть мы с вами такой кладезь информации имеем, а работаем часто на интуиции, на цифрах каких-то. Ну и, наконец, цифровая безопасность. Это отдельная тема, но это тоже очень важная проблема. Каким образом получается, что цифровая школа и другая ответственность? Это трудно. Этому не учат. Вот этой ответственности не учат. Вы знаете, много лет назад предложили преподавателям от волной известных российских вузов записать лекции и свои выложить на интернет. Сказали, вот вам весь месяц вы подумаете, кто желает, мы это сделаем бесплатно для вас. Как вы думаете, сколько преподавателей на это согласились? Никто еще, вот то, что скажут. Один, еще два, три, мало, никто. Но мы разбирались, почему. Одна из причин, конечно, потому что мы закрыли. Вот мы с вами зашли, дверь закрыли, и мы хозяева, правда? Ну, до какого-то времени, до момента открытости было. И поэтому, а теперь вдруг меня все увидят. А потом второй момент. Мы все очень важные. Мы все очень добрые. Мы начинаем обсуждать. Потому что, когда мы пишем, ну-ка ты. А когда мы встали здесь на сцене и засветились, уже мы совсем другие. Обсуждать и осуждать всегда легко. И это тоже стало препятствием. А потом увидели большинство преподавателей это кто, по полу? Женщина. А женщина встала, у нее здесь не так, тут торчит. Ну, все. Она перед экраном все себя посмотрела, ей не нравится, и как она будет выступать на мировой арене. Поэтому вот такой был первый опыт. Это другая ответственность. И надо понимать, что сегодня можно не скрываться. Я недавно была в Букусе в командировке, это как компания. В этом пространстве более 20 лет не было никого из России. Вообще. Было запреты, они закрыли русские школы, не было русского языка, и сейчас все уже в течении. Теперь начинает водиться заново. Я беседовала, проводила мастер-классы для студентов, магистрантов, преподавателей. Он с магистрантами разговаривает, они очень внимательно смотрят. Серьезная аудитория, 30 человек. Если понимать, начинают улыбаться. Первая ситуация была такая, я отдала кликер и говорю, ну, ставьте, пожалуйста. Он мне говорит, что оттуда скачать? Я говорю, нет, ничего не надо, я буду просто управлять презентацией. Он мне говорит, что с этой свежей скачать? Я говорю, ничего не надо, пусть стоит. Вам ее вытащить? Нет, не надо. Ну, потом он, наверное, думал, что он мне все время нажимал и перелистывал слайды. Это была первая встреча, а вторая была другая. Когда закончился мастер-класс, ко мне подошел в магистрат и говорит, я вас написал. Хотите, я вам скину? Ну, я ему даю смартфон, говорю, давай, скидывай. Я говорю, ой, а у тебя андроид. Он достает второй, у него там айфон, перекидывает у себя. Вся группа стоит в глазах. Это герой был. Вы даже себе не представляете? Я думаю, он у них остался вот так вот еще и очень долго они будут обратиться. Национальный герой, да. Хотя понимали они очень мало слов из тех, которые я говорила. И вот это открытость, да. С одной стороны, они не понимают. Они очень отстали в образовании именно современном, вот именно цифровом. Но среди них есть тоже очень много звезд. Вы знаете такой тренд, как перевернутый класс. Здесь может быть только одна грусть, одна обида, что не мы с вами его описали. А присваивают открытие перевернутого класса по-моему, австралийцам или англичанам, да. А вот оказывается, это было так, но я, когда я училась сто лет назад, у нас тоже был перевернутый класс, его всегда так не называли. Московская электронная школа. Это тоже тренд, это тоже цифры. Кстати говоря, кто пользуется профессионально, очень довольны, потому что это действительно для учителя очень хороший ресурс. Но это отдельная тема для разговоров. У нас в руках много возможностей. Вообще, учитель сегодня такой многолекий какой-то человек, который должен уметь все. Я хочу обратить ваше внимание на очень интересные исследования, вообще, как можно этим всем пользоваться. Есть нампания, она называется НАФИ. Вот здесь вот, когда вы презентатор получите, это ссылочка работающая, теперь вы просто набираете исследование Центр НАФИ. Этот центр определил, дал понятие определение цифровой грамот. И вы знаете, что сейчас идет обсуждение, очень ярое, и мы с вами тоже в таком трейдере участвуем, цифровая школа. И все обсуждают, это что? Это общий документоборот, это доступ всем во всем, это у всех одинаковый маршрут. То есть, надо понимать, что такое цифровая школа. Вы ведь, наверное, знаете, что еще в прошлом году хотели запустить такой проект, такую программу, потом притормозили, потом опять объявили, вот еще неделю, вот еще две недели, и наконец в мае подписали указ, и президент подписал указ о национальном проекте образования, которым опять одним из направлений является или есть цифровая школа. Так вот, что это такое? Все обсуждают. Все обсуждают, проблема тяжелая. А может быть, это у каждого свой маршрут? Вот недавно Михаил Крушнир, вы, наверное, знаете такого аналитика из Лиги образования, у него очень интересный взгляд на многие вещи, которые бывают и стандартные, и спорные, то с них всегда очень интересно. Я его говорю, и я согласна с этим. Цифровая школа тогда, когда каждый ребенок может взять и для себя построить свою траекторию, взять то, что ему надо, но под мудрым руководством. То есть, когда мы с вами с одной стороны мы управляем процессом, но с другой стороны ученик думает, что он делает все самым. Искусство из этого складывается, когда ты так умеешь управлять, что никто не ощущает этого процесса, но зато для себя выбирает главное. Я спросила своего среднего, многое бы слушать, а тебе курсы вот эти массовые, открытые сейчас, модные, они вообще нужны зачем-нибудь? И пользуетесь вы в школе. Он мне говорит, знаешь, у нас очень много в девятом классе ребят решили рисовать. Когда мы обратились к заучу, она сказала, вы что, маленькие что ли? Рисование это начальная школа. И после этого мы никто ни у кого ничего не спрашивали. А в муках можно найти все. То есть, они там ищут для себя то, что мы им не додаем, а должны быть, правда, ну хотя бы путь указать. Это не значит, что вот выйти на учение. Поэтому наша роль меняется. Цифровая школа меняет все. и вот она нам задает возможность создания своего маршрута. Но мне хочется, чтобы мы, знаете, над чем задумались. Если нет системы знаний, если нет некой логики, объединения, вот этой межпредметности, широты, понимания, то никакой отдельный взятый предмет ничего не сформирует. И вот надо себя здесь найти. Это очень трудно, когда с одной стороны нас ставят вега, и мы должны, а с другой стороны нам надо ведь мы должны думать о человеке, о том, показать бы ему вот этот маршрут. Ведь все-таки учитель имеет тепло, квалифицированный, системный, знающий предмет, такой мудрый, профессиональный, правда? Нельзя этому исключать. Это очень важно. Нельзя просто управлять марионетками. Надо думать о тем, кого лучше. И вот в этом исследовании нафи было, это, наверное, где-то две недели назад итоги были подведены. Исследования, смотрите, из 100 возможных в индексе цифровой грамотности дети 73 пункта выбирают. То есть они по 73 пунктам лидируют, у взрослых 52. То есть мы вроде бы даже отстаем, правда? Ну, наверное, не вроде бы, это же средняя температура по больнице, но все-таки. И я себе сделала выбор некоторых параметров, которые важны. 80% ой, простите, 80% детей понимают, что надо использовать несколько источников. Опросы этих учителей показал, если они пользуются, они счастливы. 76% подвергают сомнению новостей. А давайте попробуем проверить, как наши учителя умеют лечить истину от лжи. И мы увидим, что нет даже понимания такого. Набрали в поисковой строке нужные нам слова. Первое, ссылочку, открыли, сейчас. вот я когда работаю со взрослой аудиторией, с учителями, с магистрантами, с преподавателями вузов, там такая ситуация, что первым попадает тот, кто, те ресурсы, которые лоббируются больше всего. А там очень часто мало научного, как я говорю, околонаучный материал. И начинают эту информацию выдавать. Поэтому это очень важный момент. Даже дети сомневаются в этой истории. А мы уж должны, наверное, над этим думать. 77% формируют свою новостную ленту сами. Это к вопросу, что они читают. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что есть очень интересная программа Фидли. Здесь Наташа Кубрак, она о ней рассказывала, вы, наверное, знаете, которая может создать свою новостную ленту. Загляните туда, она же творожная. Очень полезно. А дети это делают сами. И они умеют. Иногда говорят, что они больше знают, чем мы. За счет чего? Они работают. 90% подростков считают, что гаджеты помогают им жизни. Вот моя младшая внучка, например, не понимает, она сейчас в первом классе, она не понимает, зачем учиться писать. ну зачем? Она на планшете там нажала или взяла Алисе и сказала запиши. И Алиса взяла и записала. Зачем? И другая проблема, что мы, как учителя, не можем доказать необходимость того, что это нужно. Либо мы сами не уверены, либо мы не умеем это делать, либо мы, как преподаватели вузов, не учим учителей, как это делать. Вы знаете, что креативность там 7-10%, еще процентов 20% те, кто могут откреативить и дальше все по шаблону. В этом тоже плохого ничего нет. Но шаблона сгоди нет. То есть мы не понимаем, как это сделать, а это факт. Поэтому я думаю, что мы находимся в данный момент на стадии осмысления. Мы вообще должны понять, как то, что мы имеем использовать. Мы очень долго, в частности, я точно все время говорила и говорила нет исследований в эффективности тех или иных ресурсов. Я не знаю. Вот включили проекторы, я полтора часа вещаю студентам с помощью презентации, много это или хорошо. Я не знаю. Я точно знаю, что если они ничего не пишут, то моя презентация не даст ничего. Я проводила эксперименты. Они говорят, можно сказать, вашу презентацию взять? Я говорю, да. А дальше тишина. Они на экзамен приходят, презентация есть, а в голове пустота. Когда я им стала давать, знаете, есть такая раскладка, когда презентация и текст, я стала распечатывать. Они стали вписывать. О, мама прибавилась. То есть, с этим можно каким-то образом работать. И вот это сегодняшняя стадия. Мы должны думать, что нам делать, как вообще нам жить в этом мире. Я призываю каждого из вас. Независимо от того, что говорят, независимо от того, что говорят, что это замечательно, но я правда так сама думала. Нужно думать тем, чем вы с вами занимаемся. И очень тщательно подходить к выбору инструмента, чтобы он был нам на уроке, помощником, эффективным, чтобы мы с вами выбросили с головы мысль о запретах. Если мы запрещаем, это значит, мы не профессиональны. Мы перестали владеть аудиторией. Мы перестали владеть материалами и людьми. Это очень опасно. Давайте думать, делать, делить и все получится. Спасибо. Если будут вопросы, я поотвечаю.